Алексей Павлов против Олега Седова в культовой викторине «Своя магнитка». Внимание, первый вопрос. Какие горнолыжные трассы есть в горнолыжном центре банные? Три красных, одна черная. Две красных, две черных. Три черных и одна красная. И четыре красных. Там точно одна синяя, одна зеленая. Ну пусть будет четыре красных. Да никаких. Ну пусть будет четыре красных. Правильный ответ. Две красных и две черных. Да рассказывай эксперту по горным лыжам. Че черные у них там есть. Какова длина трассы основного подъемника на гору горнолыжного центра банная? 600 метров, 1300, 1650 или же 1850 метров? 1650. Я думаю, 1300. И Алексей Прав. Длина трассы подъемника 1650 метров. Следующий вопрос. Сколько участников вмещает конференц-зал делового центра «Юбилейный»? 200, 250, 300, 500. Я думаю, в районе 300. 300. И правильный ответ. 300. Песни какого жанра наиболее популярны в караоке проката? Шансон, ретро и эстрада, русский рок, зарубежный поп 90-х. Надо уточнить исполнителя. У Дениса Батронкова это арии. А если всерьез, я думаю, русский рок. Потому что он максимальное количество заказывает. Все четыре вопроса. Все четыре. Смотря кто поет. Либо второй, либо четвертый. Ну, значит, третий. Русский рок – это правильный ответ. Какое число ближе всего к количеству номеров в парусе 2? 50, 100, 130 или 180? Я в третьем всегда жил. Семь этажей по 20. Давайте 150. Ладно, будет больше 150, пусть будет 180. Я по всем номерам прошел. 130. Олег, вы правы. 130 ближе всего. Кто из этих людей родился в Магнитогорске? Хоккеист Евгений Малкин, актер Олег Даль, художник Александр Шилов, математик Николай Лобачевский. Хоккеист, наверное. В этих условиях вообще никто родиться не может. Там люди не рождаются, только магнитогорцы. Лобачевский, наверное, пускай будет. Правильный ответ – хоккеист Евгений Малкин. А Лобачевский, между прочим, родился в Нижнем Новгороде. И последний решающий вопрос. Своё первое мероприятие о кибербезопасности медиагруппа «Авангард» провела на Урале в 2005 году, 2007, 2008 или в 2009? В 2008, по-моему. В 2007 году. Внимание, правильный ответ. Это был тот самый 2008. А теперь результат битвы. Со счетом 5-3 победил Алексей Павлов. Я вас приглашаю на магнитку, чтобы вместе встретиться и обсудить то, что всех нас волнует в области кибербеза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok